МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квятки с сюрпризом. Гомельская студентка перетворила хобби у бизнес-проект. У Гомельской области прищепку от гриппу зарабили больше, як 30% насельництва. А зараз об гэтым іншим больше подрабязна. По-то выставай, кая будет демонстроваться на самых высоких уздроунях. Менавито таким повинен стать выник поездки по забрудженных регионах Гомельской области вядомых американского фотографа и журналиста Филиппа Гроссмана. Отповедное запрошение ее натремал особистый администра замежных справ Беларуси Владимира Макея. Что затекавило человека, который готовы робить сдымки у любых умовах, потекавился Олег Синсироу. Строличевская средняя школа Хонинского района. Початок 9-й годины ранец. На передней Филипп Гроссман уже ознайомился с местовой сельской господаркой и перепросовшей голеной. Зараз в планах социальная сфера. Готая научная установа и скрывая администрация подей, что отбывались у этих местных после Чернобыльской катастрофы. В 91-м, подчас массового оселения, школу закрыли. И свою деятельность она обновила только на конце 1993-м. Сегодня на ее базе проводятся районные и областные семинары, а наученцы и наставники – активные уделники разностранных конкурсов и споборниц. Конечно же, еще у нас можно гордиться и педколлективом. Он у нас очень молодой. Пять молодых специалистов. В этом году пришли два молодых специалиста. Разом с Филиппом Гроссманом у поисца Пагомской области прямая удел его польский коллега Аркадий Поднясинский, коллег-американец, рыхтуя грунтовную фотовыставу. Задача этого фотографа – выдание фотоальбома, в котором будет администрация на потерпелых территориях Украины, Белоруссии и Японии. Об суровенности выдания можно мерковать по таким факте. Часть той альбома, связанной с Фукусимой, ему писал предысторию для этой части бывший премьер-министр Японии. По поводу части, связанной с Чернобылем, то он попросил Горбачева, бывшего президента Советского Союза. Особливая увага – ситуация на отселенных территориях. Зона отчужения трапить сюда можно только по специальному дозволу. Плумаченье простое. На территории Полесского державного радоценно-экологичного заповедника знаходится коля 30% цезия, який выпал на территории Беларуси, 70% стронцая и 97% плутония. Полесский державный радоценно-экологичный заповедник был утворен у 1988 года. У белорусским секторе 30-километровый зон отчужением, и он размещен на территории трех районов – Брагинского, Хонецкого и Нарулянского. До аварии тут находилось коля 100 населенных пунктов. Об былых населенных пунктах зараз нагадываюсь. Токи давно не жилые дамы. Правда, не жилые, понятцы достаточно относные. Будынки, які покинул человек, сподобались обтушкам и живелам. Гэта зъява, якую так само еще необходимо деталево доследовать. Используем, допустим, чердаков домов хищными птицами. В частности, филин, неясыць, борода-то неясыць. Это те виды, которые выводят даже потомство там. Если мы возьмем барсука, эти животные, они селятся под фундаментами. Они используют очистные сооружения. Филипп Гросман каже, что добро разумея наступство ратацинга, променивания. Але отэдэя створение фото выставы адмовляться не збирается. Уречте, и он побывал уже на территории Украины. И теперь моя намер рассказать о ситуации у Беларуси. Правдиво и объективно. Он хотел приехать сюда в течение пяти лет. И вот в апреле он встретился с министром иностранных дел Маккеем, нашим министром. И наш министр помог ему приехать в эту страну. И это действительно потрясающе. Ему наша страна очень нравится. Он считает, что она очень красивая. И также хочет узнать историю этой катастрофы. Какие меры мы предпринимаем, чтобы предотвратить последствия катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, телерадо-компания «Гомель», Хонницкий район. Сотни гектаров утягнутых у севозворот земель, знесенные нежилые домы и наведение парадку на присядзибных участках. Коншатковые выники этого года по наведению парадку на земли ясно будут подведены. Але уже зараз можно стверджать, что зроблено шмат. Разом с тем, для некоторых вязковцы у понятия «частеня» и «доброго парадкования» таки не стали актуальными. Наши корреспонденты наведали Калинковицкий район. Еще год тому вязка область мела такий выгляд, что выездить вешером на улицу одваживался далеко не каждый. Старых домов, у которых никто не живет, было, напевно, больше зазаселенные. Мало того, что они могли в любой момент загореться, у них еще часом нашивали люди без пыльных занятков. Это хорошо, чтобы возносили, особенные ужатники. Тут было величие. Давайте обрабатывайте в колхозе эти зерно, зерновые, потому что лес будет расти. Сегодня на месте изнесенных домов сельскохосподаршие палетки. У Калинковицким райвы конками подлечили. Если на таких землях выросли культуры, то затраты на наведение парадку окопятся за 2-3 годы. И еще один накерунок протягнения до этой справы самих вязковцев. У Калинковицким сельсовете навык распроцвали специальное положение, сгодно с яким наибольшь догледженные домовладания отримливают статус сядибы узорного аппарата. Жихарвезки Бобровичи. Василь Харлан каже, что поздняя осень не самый лепший час для оценки зробленного, а вот летом на участку было вельми пригожа. Розы, лилии, тюльпаны. Летом целая красота. Если приехать посмотреть, все удивляются. Супрацлеглый приклад участок, який находится побачь з узорной сядибой. Господар тут не живе, але изгоды на знос будинков не дае. Бадай одзінае выистие у таким выпадку в протягнение до администраційной отказности. Земля уреште державная, а тому и относится, да и е, не обходна, отповедна. По законодательству земля выделяется для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводничества и огородничества, для строительства и обслуживания жилого дома. Если на эти цели выделен земельный участок, значит, он должен для этих целей и использоваться. Если там произрастают сторонники, значит, по законодательству человек не счет ответственности. У совезе с недохобом Сродкау знести усе нежилые дамы поколь не махчима. У середням Пагомельской области дарыши на кожный такий дом не обходна затратить до 7 млн рублев. Разом с тем, у плане наведения парадку на земли есть питания, якие можно выражать и без нашных укладаний. И тут многое залежит от расшучасти и настойливости мясовых органов улады. Самая основная проблема и то, над чем нам надо работать, это всех убедить в том, я имею в виду всех землепользователей, поддерживать порядок на своих земельных участках. Там не нужно огромное финансовое средство, там ежедневно нужно поддерживать порядок, и тогда общая картина будет нормальная, приятная глазу. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокампания «Гомель», Калинка, Виски район. До речи начальник землепрадковальной службы Гомельского Аблу и Конкама Александр Матарас станет сегодня гостем студии телерадиокампании «Гомель». У 19.01.20 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-3» интерактивную программу «Деалог». Говор капоте про утягивание у господарча оборот нерационально выкористовываемой земли, а так само про доставление грамадянам земельных участков и продаж их за аукциону. Далучиться до диалогу можно по номеру телефона у Гомели 77 68 45. У Беларуси протягивается реализация международной студентской программы «Молодзи и продпрымальництва». Усё частей её удельниками становятся студенты, які займаются хендмейдом. Словозлучение зараз знайомое малькожному. Гэта вырабы и сувениры, пяшотно зробленные своими руками. Творчая плынь, саморобная вытворчасть и в опошне годы набирая популярность и выходит далёко за меже хобби, перетворяющиеся в бизнес-проекты, заутром не которых познайомилася Марина Северьянова. Кристина Севуха – яше студентка. Зараз вучится на другом курсе Беларусского гандлёвого экономичного университета с поживецкой кооперацией. И в той час, коли многие ЕС-курсники бавят вольный час у клубах альбо за компьютером, девчина развивает свой бизнес-проект. Створяет букеты с сюрпризом. У бутоне кожной кветки схаваная цукерка. С прачатку Кристина майстровала такие сувениры у якости подарунков для сябров и близких. Потом оформила рамесництва. И не глядячи на то, что зараз гэта справа хучай бизнес, чем хобби, кожный букет девчина створает с душой. Я помню этот момент, когда я как от сердца отрывала свой первый букет, свою первую работу. И сейчас каждый мой букет, я не перестала вкладывать в него душу. Каждый букет делается с любовью, потому что для меня это ручной труд. И то, что я делаю, я это очень ценю. Я надеюсь, что другие мои покупатели тоже это ценят. Створать властные стартапы и развивать их студентам допомагают выкладчики университета. Но это не только теоретические аппараты. Тут працует властный бизнес-центр. В его межах студенты рыхтуют свои проекты и идеи для отдела в Международном чемпионате молодежи предпринимательства. Это дает мягчимость понять, насколько бизнес-идея удалая, и эти за потребованием появляется обранный экономический накерунок. И многие студенты, когда отримывают свои дипломы, докладно не сгубятся 40 тысяч выпускников. Не им доводится шукать работу, а наймальники сами шукают таких специалистов. И нарабатывая потихонечку вот этот практический опыт, они уже на выходе становятся достаточно квалифицированными специалистами с практическим опытом. И когда нам уже звонят и приглашают на работу наших студентов, потому что ищут специалистов, несмотря на то, что у нас рынок переполнен, но звонят и постоянно приглашают на работу. И говорят, только нам обязательно студенты, те, которые работали с вами в МИП-программе, в Центре бизнес-образования. Аутр еще одного цикавого стартапа выкладает у Гомельским гандлево-экономичным колледжи с поживецкой кооперацией. Идея створать лялечные домки до Татьяны Михаленко пришла после народжения дачки. А потом она отримала пропонову удельничать в чемпионате молодь и предпринимательства. Так реализовалась ее властная мара, пронесенная прозгады. А потом появилась идея делать такие домки под заказ. Делали видеоролик в детском садике. И в то время, когда как раз родители забирали детей, родители к нам подходили, спрашивали, интересовались, где приобрели этот домик. На что мы отвечали, что изготовили сами. То есть родителям было интересно. На конкурсе стартап-кооперация жюри нам порекомендовали несколько способов и направления развития проекта. Один из них, например, это предоставить бесплатно в садик, домики, в несколько садиков. И родители заинтересуются. И таким образом можно уже привлечь себе клиентов и заняться бизнесом. Как сделать такий домок, хапила четырех джон. По словам Татьяны, заказы на его обовязково будут поступать. Бо зробленный он из экологично чистых материалов, а по кошти на шмат таней, чем у краме. И головная своими руками. Марина Северьянова, Максим Славин, телеродокомпания «Гомель». Больше, как 30% уже хороу региона зарабили прищепки супрать гриппу. Это 80% до плану по иммунизации. За бюджетные сродки прищепки зарабили громадянам с группы языки. Протягивается вакцинация на платной основе. Полностью завершить кампанию плануть до первого снежня. По словам медиков, ситуация по захворюванию на респираторной инфекции зараз стабильная, типовая для этого периода года. За минулый тыдень его уровень навык крыху знизился. Выпадка у захворювания на грипп не зафиксована. Специалисты нагадывают, что часовым супрать показанием для вакцинации супрать гриппу заявляется обвострение хроничных захворюваний, постоянным аллергия на яичный белок. Мы ежегодно прививаем более 500 тысяч населения области. За это время у нас не было зарегистрировано побочных реакций. Да, после введения вакцины может быть подъем температуры, может быть местная реакция в месте укола, покраснение, немножечко болезненность, но этого не стоит бояться. Это нормальная реакция и говорит о том, что начинают вырабатываться в организме антитела. То есть это проходит самостоятельно через 2-3 дня, и человек не нарушает свои трудоспособности. И об спорте. Мужчинская и жанучая команды гандбольного клуба «Гомель» провели черговые матчи чемпионату Беларуси. Сустречи отбылись на паркете «Гомельского палаца» гульнявых видов спорта. Дзявчаты примали своего головного соперника «БНТУ БелАЗ». Супредстояние, який зауседы, оправдало усе авансы, поведовичности и принциповости. Первый тайм завершился на корызь господинь. Гомельчанки выигравали до перепынку один мяч – 16-15. На протягу другой половы лидер менялся некальки разову. За три хвилины до финальной сирены на табло горели личбы – 33-33. У концовцы гомельчанки не смогли довести до голевого завершения некальки перспективных атак. Мельчанки были больше докладные у завершении. У вынеку поражение Гомеля зликом 34-36. Были несколько провалов. В начале второго тайма мы немножко пропустили. Они оторвались на четыре мяча. Потом мы нашли в себе силы, догнали их. И вот это уже нервная концовка. Вроде сравняли счет. И вот все-таки не хватило, наверное, длинной скамейки, скажем так. У них все-таки больше человек менялось. И вот все силы отдали. Поэтому немножко не хватило на концовку. Мужчинская команда гандбольного клуба Гомелю матч с Могилевским Машекой проблем не отчула. Гомельчане еще первым таймом створили за делу пять голов. Ей он дозволил спокойно отшевать себя в другом тайме. Финальная сирена зафиксовала на табло перемогу Гомеля с ликом 39-33. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова